Десятого марта открылся Центр по привлечению и подготовке волонтеров к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. По этому поводу у нас в гостях начальник отдела молодежи администрации города Чебоксар Эльдар Черкесов. Эльдар, здравствуйте. Здравствуйте, Дарина. Эльдар, скажите, пожалуйста, чем будет заниматься Центр? Ну, вообще, на самом деле, сегодня по всей стране все волонтерские центры активно готовятся к открыть двери для всех, кто подал заявки в качестве волонтеров. Основная задача Центра – это, в первую очередь, отобрать волонтеров, то есть по тем квотам, которые установлены для регионов. Ну, и вторая задача – это обучить, подготовить, провести какие-то тренинги для ребят и, собственно, подготовить уже готовых к работе волонтеров на Всемирный фестиваль. Первый этап волонтерской программы прошел. Каковы его результаты? Вообще, первый этап, действительно, он прошел очень масштабно. Мы, считаем, провели ее достаточно успешно, эту информационную кампанию. Для себя мы в начале пути ставили такую цифру. Ну, понятно, что цифры, они всегда, ими можно играться, но, тем не менее, для себя мы поставили некий ориентир охватить информационной кампанией 50 тысяч жителей нашей республики. Мы эту задачу выполнили. Более 58 тысяч охватили информационной кампании. Это и презентации в учебных заведениях, это презентации в школах. Во всех школах абсолютно города Чебоксар мы провели презентации. Это и показ промо-роликов, это и различные новостные сюжеты на наших телеканалах, это и в СМИ газетных, печатных и так далее. То есть, по итогам информационной кампании хочется этим и похвастаться. С одной стороны, наш регион, наша республика, наш волонтерский центр на передовых позициях. Это отмечают и организаторы, и ассоциация волонтерских центров. Поэтому не собираемся сбавлять темп, планируем только наращивать этот темп. И, как и брали на себя в начале обязательства, подготовить лучших волонтеров, отправить в Сочи на этот фестиваль. Собственно, эту задачу перед собой не снимаем и будем над ней работать дальше. По прогнозам, сколько волонтеров из Чувашии примут участие в фестивале? Ну, вообще у нас квота стоит, к сожалению, тоже хочется это обозначить, это уже не секрет. Квота по всей стране сократилась. Если изначально, когда мы с вами встречались первый раз, говорили о фестивале, цифра была 70 человек от республики, то сегодня это 50 человек. И в целом количество волонтеров от 7 тысяч сократилось до 5 тысяч. Может быть, это и правильно, да, то есть посмотрели на все позиции, добавились некоторые функциональные направления, которых не было изначально. Вот. И сегодня эта цифра общая по стране 5 тысяч. Для нашего региона это 50 человек, и здесь еще больше конкуренции, еще, наверное, лучше будет качество подготовленных ребят. Но появились и новые вводные. Такие, как, например, обязательно в составе команды волонтеров от нашей республики должны быть иностранные студенты. Сейчас мы эту активную работу ведем. Мы знаем уже предварительно, что у нас ребята зарегистрировались, иностранные наши студенты, которые учатся в наших вузах. Хотят принять участие, готовы, знают свои родные языки, что немаловажно, ну и хорошо владеют русским языком. Ну и плюс обязательно в нашей квоте, как мы уже изначально говорили, не менее 5% должно быть серебряных волонтеров. То есть это людей старшего возраста. Это тоже категория у нас охваченная, я думаю, что их будет достаточно, потому что, например, преподаватели, учителя английских языков, мы знаем по слухам, по разговорам, сарафанное радио, работает, и мы готовы к тому, что этих заявок будет много. И конкуренция именно среди них, она будет достаточно серьезна. Ну и люди с опытом, понятно, что их опыт жизненный, он будет очень важен для того, чтобы создать некую атмосферу вообще в команде тех ребят, которые поедут в Сочи. Вот как ребята, потенциальные участники будут проходить отбор? Это очень будет сложно. На самом деле, вспоминая наши прошлые компании рекрутинговые, понимаем, что очень тяжело говорить людям «нет». Но тем не менее, опять-таки, мы сейчас должны понимать, что мы представляем не только наш волонтерский центр, не только город Чебоксар, мы представляем наш регион. И на нас еще больше ответственности в этом плане. Поэтому, наверное, придется сказать «нет». Сегодня, предварительно, вот последние данные, которые мы получили, количество зарегистрировавшихся волонтеров Чувашской республики – 325. То есть, это было, грубо говоря, недели, наверное, две назад. Это те, которые уже точно примут участие? Это те, которые зарегистрировались. Понятно. Вот из этих 325 нам надо отобрать 50. То есть, уже конкуренция такая, как минимум 6 человек на место. Понятно, что кто-то, может быть, отпадет по формальным признакам. Хотя такой признак, как возраст, он бы изначально отсеивался. Поэтому мы уже для себя понимаем, что 325 человек – это те, кому есть 18 лет. Ну и дальше, соответственно, мы смотрим на остальные критерии, которые обозначены в волонтерской программе. Это уровень владения иностранными языками, это волонтерский опыт, это различные навыки коммуникации, команды, работа в команде и так далее. Поэтому предстоит отобрать вот по этим, собственно, критериям. Это будет сложно. Понятно, что до конца заявочной кампании еще практически 20 дней. Ее продлили до конца марта на целый месяц. Опять-таки, по просьбам регионов некоторых. Эта цифра увеличится. То есть, мы ожидаем, в принципе, около 400 заявок. Ну и, соответственно, конкурс на одно место будет 8 человек. Поэтому будет сложно. Рекрутеры, ребята, готовы. Уже хотят побыстрее начать общаться, хотят начать проводить собеседование. Вот. И будем смотреть. В этом году мы попросили… Ну, то есть, у нас есть специальный человек, который… Каждого, кто придет на собеседование, будет, ну там, грубо говоря, в нашем рекрутинговом центре на фоне брендированных баннеров, пофотографировать для того, чтобы мы потом вспомнили в конце нашего пути, кто у нас приходил в начале апреля. Потому что очень часто так бывает, опять-таки, из опыта прошлых кампаний. Вроде как бы пришел хороший, там, ну, потенциальный волонтер. Все, вроде как бы все заполнили данные. А потом ты просто сидишь и не можешь вспомнить, кто это был. А если у тебя нет волонтерского опыта, есть ли шанс попасть в команду? Конечно, конечно. Ну, во-первых, опыт еще можно получить. Еще там 5 месяцев, 5-6 месяцев. Да, начнем с этого, потому что, ну, даже вот сейчас, как минимум, я понимаю, что у нас есть ряд мероприятий, которые даже не на уровне города, да, а именно событийные мероприятия. Ну, во-первых, впереди, опять-таки, большие мероприятия, приуроченные 9 мая. Это огромный опыт, это огромная армия волонтеров, которые в том числе должны быть, да, в квоте регионов. Впереди у нас день города, день республики, да, вот, например, в этом году у нас в Порецком районе будет, да, центральная площадка. Мы коллегам своим в Порецком районе говорим, давайте мы приедем, подготовим ребят. И, возможно, как бы эти ребята в том числе захотят, я знаю, что у нас есть как минимум 3 заявки, вот, сегодня от Порецкого района, от ребят, которые живут там. Вот, ну, и в плюс еще впереди у нас, насколько я понимаю, насколько, ну, я проинформирован, и мы к этому тоже готовимся, большое мероприятие международное, это гонка «Шелковый путь», который будет проходить в том числе через Чебоксары. Нас уже, так скажем, настраивают готовить волонтеров, причем волонтеров, естественно, со знанием иностранных языков. Желательно с несколькими, а еще лучше, если ребята владеют китайским языком. А вот немножко расскажите о самом фестивале, я думаю, не все зрители в курсе, что это за всемирный фестиваль молодежи и студентов. Октябрь в Сочи, это будет центром молодежи всего мира, то есть туда приедет молодежь со всех стран, несмотря на все геополитические какие-то проблемы, в любом случае, наверное, это действительно та площадка, которая объединяет молодежь. Абсолютно разную молодежь, творческую, спортивную, интеллектуальную, и каждый найдет себе применение, если говорить о тех же самых участниках, от Чувашской республики, да, их 125 человек будет, просто ребят, которые приедут участниками. Тут тоже есть определенные требования от организаторов, это должны быть и спортсмены, это должны быть обладатели знаков отличия ГТО, это должны быть, к сожалению, молодежь, которая ограничена по состоянию своему здоровью, это должны быть победители международных олимпиад. То есть это будет настолько разношерстная, настолько разная, интересная аудитория, что, на мой взгляд, пропустить это мероприятие невозможно. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в студии был Эльдар Черкесов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин